Для классической науки, которая начинается в лоне античной космологии, греки любили ясность, любили простые и красивые пропорции. Вот они любили целые числа. Считали, что мир построен на основе целых чисел. Космос уподобает, функционирует на основе целых численных отношений. А вот в Иллагорейском Союзе открывается несоизмеримость стороны квадрата и диагонали. Вот возьмите квадрат, представьте себе, делим диагональ на сторону квадрата. Не получается целого числа. Получается иррациональное отношение. Получается дробь, которая имеет тенденцию ходить в бесконечность, правильно? Все больше и больше и больше знаков, да, за запятой. Один и дробь уходит далеко-далеко-далеко. И в Иллаке это было трагедией, трагедией, да. Видите, вот эта установка на то, чтобы мир был простым, целокупным, завершенным, конечным. Это уже эпоха Возрождения. Эпоха Возрождения, которая осуществляет переход от конечного космоса античности к бесконечной вселенной нового времени. Вот Николай Кузанский. Это ренессанс, так. Николай Кузанский, он тоже известен своими парадоксами. И эти парадоксы инспирированы именно выходом бесконечности. Вот он, пожалуйста. Сейчас вы увидите, как, рассуждая Николай Кузанский, как античный космос теряет свою определенность. И она его проецирует на бесконечность. Вот мы это сфера разворачиваем, и вдруг мы видим, что сфера начинает расти. Мы задаем радиус все больше и больше, радиус уходит в бесконечность, и тут начинаются странные вещи. Вот смотрите, как рассуждает Николай Кузанский. Вот он вспоминает, что у Пивагора, среди его списка противоположностей, а у Пивагора есть такой каталог противоположностей. Там 10 пар, да? Присутствует пара. Прямое и кривое. Прямолинейное и криволинейное. Противоположности. И для нашей жизни имеющие кроватное значение. Представляете себе, что вот колесо велосипеда потеряло кривизну, которая ему необходима, да? Ну, скажем, квадратная рама вместо круга, да? Ну, я привожу такой, ну, примитивный пример. В то же время пример очень серьезный, если так подумать хорошо, да? Мы же различаем с вами прямое и круглое. Прямое и круглое, правильно, да? И прямое и скребленное. Для нас это жизненно важно. Это наш мир так устроен, что мы должны различать. Даже в чисто прагматическом плане это важно. В утилитарном плане это нужно. А вот берем бесконечность. Радиус ходит бесконечность. Чем больше радиус круга, тем меньше его кривизна. И для бесконечности кривизна вообще исчезает. Так. На бесконечности различие прямого и кривого сходит на нет. Правильно, да? Это очень логично. Логично, да. И вообще вот Николай Кузанский показал, что бесконечности, ну, совпадает понятие прямой и круга, прямой и треугольника. Там несколько более сложные доказательства этих отождествлений. Но они бесспорно, убедительны. Вот, пожалуйста, бесконечности она несет в себе парадоксы. Она чревата парадоксами. И это великое было открытие Николая Кузанского. И ситуация вот эта как-то воспроизвалась в конце 19 века, когда бесконечности снова стала обнаруживать свою парадоксальность. Да, мир оказался более сложным, чем это нам раньше представлялось. Вошли, так называемые, инфинитные величины в математику. Бесконечно малые величины. Это предполагает разрушение бесконечно больших величин. Мир стал казаться все более и более сложным. И в то же время бесконечно она, с другой стороны, она помогала ее упростить картину мироздания. Ну, возьмет, скажем, Ньютон. Это уже совсем другой мир, чем у греков. У греков уютная сфера, где все комфортно, где все хорошо. Вот, сфера ограничена поясом каким? Вот, звезд. Звезды, да, они такой, если хотите, очень, ну, как вам сказать? Вот область звезд, это две окружности, между ними зазор. И вот этот зазор заполнен звездами. Вот такая схема. То есть, греки не понимали, что звезды уходят очень далеко от нас, да? Они были как-то в этом поясе сосредоточены внутри этого, в этой оболочке. У Ньютона мы видим бесконечную Вселенную. Она состоит из пустоты, вакуум, да, и звезды. Звезды, которые вот рассеяны равномерно в пространстве. Пространство абсолютно. То есть, везде метр есть метр. Так, везде выполняются правила их видов и геометрии. Вот, и время абсолютно везде. Одно и то же время можно синхронизировать часы. Где вы не находите? Здесь, у нас на Земле, у нас на Центроме. Вот такова Вселенная Ньютона. Я хочу заметить, что теперь принято понятие космос и Вселенная различать. Это вовсе не синоним, а скорее антоним. Космос – это античный мир, на самом деле, на себя, сфера античная. А Вселенная в новой семантике – это как раз бесконечный мир. Мир, который инфинитен. Хорошо. Вот Ньютон построил эту модель, которая очень долго удерживала свою позицию. Но вот эта модель столкнулась с трудностями, и эти трудности получились в ее выражение, опять-таки, через парадокс. Через парадокс. Вот давайте с вами рассуждать по такой схеме. Примем правоту Ньютона. Примем правоту Ньютона, да. Вселенная бесконечна. Во Вселенной бесконечно много звезд. Но звезды – это такие же Солнца, и только бывают разных классов звезды. Но тем не менее, это тела, у которых есть диаметр, правильно, да? Как бы далеко не были на звезды, правильно, да? Вот у них есть диаметр, у них есть размеры. Если звезд бесконечно много, то их диски, их диски на ночном небе должны как? Состаковаться друг в друга, правильно, да? Звезд бесконечно много. Диски, пускай исчезающие маленькие, но это такие диски, это такие величины. И выходя ночью под звездное небо, мы должны видеть что? Сияющий небосон, сияющий. Более яркий, чем днем, правильно, да? Потому что он должен быть целиком заполнен звездами, забитыми, сплошь, сплошня. А мы этого не видим. Мы видим разреженную, разреженную полусферу, верно, да? С разбросом довольно редких звезд. Где-то и поярче, где-то погуще, где-то, наоборот, победнее. Очень, наверное, такая картина-то своеобразная. Мы любим ночное небо и знаем, что оно очень разное, это небо, там, в разных местах, да? Млечный путь, там, как-то пообильнее. А есть области, скажем, в созвездии Ридана, там, да? Какая-то пустота нам зияет. Страшновато даже. Молодых звезд очень. Вот. Пожалуйста. Так называемый фотоиметрический парадокс. Фотоиметрический парадокс. Вот вам пример парадокса не головоломного парадокса. Это не философский парадокс, не логический парадокс. Это просто парадокс, выявляющий противоречия между чем? Теорией и реальностью. Такого рода парадоксы тоже леноки очень важны. И они, конечно, тоже подгоняют мысль ее, мысли заставляют шевелиться, двигаться и искать истину. Надо снять противоречия между теорией и наблюдением. Теория предсказывает одно, а видим другое. Противоречия. Теория относительности Эйнштейна связана как раз с этим парадоксом. Мы к этому сейчас вернемся. А теперь парадоксы, которые связаны с проблемой истины. Я уже использовал понятие антиномия. Антиномия это противоречие в его очень и очень такой, я бы сказал, драматической форме. Когда тезис, утверждение и антитезис, контр-утверждение, кажутся совершенно несовместимыми. И Мэл Кант вел это понятие. И Мэл Кант гениально показал, что мы, когда мы хотим поставить великий вопрос, я хочу заметить, чем глубже мы идем или чем выше мы забираем, тем парадоксальнее становится истина. Вокруг нас, на нашем уровне может быть и нет особых парадоксов. И слава Богу. Но как только мы выходим из горизонта обыденности, когда мы начинаем углубляться, мы сразу видим, что истина меняет свою форму. Вместо однозначных истин здравого смысла появляется истина другого сорта. Так вот, Кант показал, что когда мы ставим великие вопросы бытия, то мы оказываемся в странной ситуации. Вопрос поставлен один, ответа получается два. Вселенная. Конечная и бесконечная. В тезисе Кант доказывает, что Вселенная конечна. В антитезисе доказывает, что она бесконечна. И его оба ряда доказательства одинаково убедительны. Вот четыре картовских антиномии. В тезисе мир конечен, а в тезисе мир бесконечен. Первая антиномия. Вторая антиномия. В мире есть предел делимости. То есть материя может быть разобрана до некоторого остатка. Вот первоэлементская. В антитезисе материя уходит в бесконечность. И нет такого первоэлемента. Третья антиномия. В тезисе в мире есть свобода. В антитезисе в мире есть только необходимость. И четвертое антиномия самое замечательное. В тезисе признается существование Бога. В антитезисе отрезает существование Бога. Вот Кант читал, что антиномия неразрешима. Но антиномия это тоже парадокс. Парадокс, да. Они ясно указывают на то, что однозначной простой истины, которую примут все. И которая не будет развивать спор, а диалога. Которая не будет раскалывать лагерь ученых на сторонников тезиса и на сторонников антитезиса. Таких истин нет. Кант читал, что антиномия они субъективны. То есть это свойство нашего разума. Это противоречие не природы, а противоречие нашего мышления. Кант считал, что мир непознаваем, что мир – это свечи себе. Но вот наше сознание, оно как бы расщеплено. Оно расщеплено на тезис и антитезис. Это расщепление мы в себе несем. Мы существа, в общем-то, не целостные, раздвоенные. И я думаю, что эта интуиция Канта находит свое подтверждение в чем? В том, что зрительно недавно было показано, что мозг тоже раздвоен. Два полушария. Левая, которая связана с логическим мышлением, и правая, которая связана с чувственностью, с эмоциями, с инстинктами. Эти два полушария, они о чем говорят? Что наш мозг, вот он вовсе не целостен. Морфологические два полушария абсолютно одинаковые. А функционально они различны. И это различие принципиально. И это различие фундаментальное. Это различие глубинное. Я скажу, что между этими полушариями может быть война. Эта война есть внутренний наш конфликт. Когда, скажем, в состоянии любви, такой безумной любви, правая полушария — это вихрь эмоций, а левая пытается сдержать, рациональный контроль вести. Это понятие «долго». В левом полушарии это понятие заложено. А в правом полушарии никаких ограничений. Вот, пожалуйста, эта нужная борьба двух полушарий может превратиться в коллизию романа, поэмы. Вы знаете, о чем я говорю? Возьми хоть Анну Каренину, да? Вот вам, пожалуйста, проекция функциональной асимметрии мозга на текст Льва Николаевича Толстого. Так что «кантовские антиномии» — это одно из великих определений человечества. Как и «опории Зенона», мы говорим всегда так, «опории Зенона», «антиномии Канта». Это как раз классика парадоксального мышления. Хорошо, значит, движемся дальше, движемся дальше. Но после «канта» был Гегель. Гегель, конечно, вели к тем, что он понял позитивность противоречия. Гегель сказал, что противоречие есть в корне всякого развития. Гегель сказал, что никакой результат не может быть понят без истории своего развития. И противоречие есть движущая сила мира, мышление. Конечно, сам стиль мышления у Гегеля парадоксален. Вот знаете, как Гегель начинает свою философскую систему. «Почему есть мир?» Он говорит так. Не было ничего, была абсолютная идея. Что такое абсолютная идея? Абстракция. Назвите это мировым разумом. Разумом, у которого нет никакого носителя. Чистый разум, чистая возможность. Гегель говорит, что разум хочет себя опознать. Абсолютно не хочет себя опознать. Это главный мотив ее существования. Это очень красивый ход. Она одержимо жаждет себя постичь. А как это сделать? Вот здесь Гегель формулирует гениальный принцип. Любое явление постигается через свою противоположность. Добро через зло, темное через светлое, любовь через вражду. Это прекрасный закон. Возьмите словарь. Очень часто словарная статья строится как? На антонимах. На игре антонимов. Или антонимы подразумеваются. Если мы говорим про воду, то мы подразумеваем, что это жидкое. А в жидком образе стоит твердое. Антитетика здесь работает. Хорошо. Так вот, идея стремя себя познать, порождает для себя собственную противоположность, себя подвергает отрицанию, то есть превращается в природу, в материю. Конечно, физическое. Чистый дух превратился в природу. Парадоксальнейшее превращение. Одна из самых парадоксальных метаморфоз. Ну, собственно говоря, христианская тема боговоплощения, она несет ту же нагрузку смысловую, что и вот здесь у Гегеля. Здесь один смысл, да? Бесплотное стало плотным, духовное материализовалось, ментальное обеществилось. Так? Это уже знал Платон, который говорил, что идея воплощается. Это знал христианство, которое, учитывая воплощение бога слова, бога логоса. Но Гегель это как-то вот по-новому все, а смысл по-новому подал нам. И это его гордюзная заслуга. Хорошо. Но потом, после Гегеля были философы, такие как Киргегор, скажем, да? Вот. Киргегор начинал как гегельянец, а вообще потом стал спорить с Гегелем. И хотя не было бы Киргегора без Гегеля, но я не буду это особая тема. Вот противоречия и продукции инициальной философии хочу сказать только одно. Вот чем велик Киргегор? Вот он понял, что человеческое существование есть парадокс. Наша эксистенция парадоксальна, да? Вот он говорит об Аврааме. Вот Авраам заносит нож над своим сыном, да? Он любит Бога больше, чем сына, да? Ведь Бог же нам внушает, что главное это любовь в ближнем. Так, а как же так вот? Бог требует, Бог любовь требует жертвы, которая несовместима с его становлениями, правильно? Вот Киргегор, когда по-моему, он слышал и Ветхий Завет, и Новый Завет, и он понял, что ничего ясного в нашей душе нет. Наша душа – это всегда диалектика, причем остропротоксальная, остропротиворечивая диалектика. И логического выхода из этих лабиринтов нету. Только это можно как-то интуитивно все осмыслить или через какие-то действия себя утвердить, но не через анализ, не через дискуссию. Хорошо. Вот мы подходим к самому интересному периоду в плане истории парадокса до конца 19 века. Чем озабочены ученые? Ученые озабочены тем, чтобы закончить строительство науки. И физика, и математика, да? Доступят огромные успехи. Создан блестящий математический аппарат, который прекрасно используется в естественных науках. Построена физика. Кажется, что она построена до конца. Ощущение, что ты близок к финишной черте. Выполнена миссия науки. И вдруг начинаются сложности. Неожиданные. И очень неприятные сложности. Прекрасно мы используем математику. И в теоретической физике, и при решении прикладных задач. И вдруг возникает такое желание. Вот математика, да? Она обоснована или нет? Ну а почему мы считаем, что математика универсальна? Что она нас не обманывает? Никогда не может нас подвести? Откуда такая уверенность? То есть встает проблема выявить основание математики. Основание математики, да? И фундамент. Ну вот то, что называют аксиоматикой. Эти трудности уже знал Эвклит, который создал аксиоматику. Геометрия. Но не мог обосновать некоторые вещи. Вот пятый постулат, да? О том, что две параллели не пересекаются. Он так остался не обоснованным. Он остался принятым на честное слово. И уже в 19 веке с этим постулатом начались приключения. Выявились геометрии, где эти прямые пересекаются. А где-то они расходятся, вообще не встречаясь, так. Вот. И вот как раз с этим пятым постулатом связана так называемая идеологема неэвклитового мышления. Вот видите, наш мир, да, устроен в соответствии с пятым постулатом. Да, две параллельные, да. Как же? Как же они могут сойтись, если они параллельные линии? Правильно? Вот здравый смысл. И здравый смысл, и опыт. Опыт практически. Верно? Мы строим рельсы. Ну да, они сходятся там в горизонт. Но мы решили перспективы. На самом деле они не сходятся. Ничего подобного, да. Между ними расстояние выверенное. Но есть стандарт, необходимый для движения поезда. И вдруг вот возникает сомнение в правильности этого постулата. Он не доказан. И сейчас не доказан. То есть Ловачевский, который строит свою геометрию, нарушающую пятый постулат. Появляется Римман, еще раньше Гаусс, возникает нехлитовая геометрия. Они друг другу противоречат. Они с друг другом несовместимы. Но каждая геометрия завершена в самой себе. Каждая геометрия внутри себя непротиворечива. Но где истина-то? Понимаете, да? Вот поэтому и Достоевский. Помните, у него есть такие страницы, где он, рассуждая об этом постулате, показывает, что и человек часто является пересечением параллельных линий. Добра и зла, скажем, да. И человек, где такой узел завязывается, что его никак не развязать. Трагический узел. Это буря внутри геометрии. Такую же бурю поджидала и арифметика. Опять начинает работать бесконечность. Появляется Георг Кандер. Георг Кандер гениальный ученый, создатель теории множеств. Хорошо это или плохо, но он был психически ненормален. Наверное, это имело свой позитив для его озарений, для его интуиции. Он очень много думал о Святой Троице. И вот помните, я говорил, что Троица сейчас равняется в целом. Очень возможно, что ее парадоксальное свойство стало для него евристикой, когда он начал развивать теорию множеств. Ну вот, давайте с вами сейчас эти вопросы обсудим. Множество, да? Множество. Берем множество всех натуральных чисел. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Надо взять все числа. Это, конечно, условно. Это не надо делать путем перечисления. Это будет потенциальная бесконечность. А есть бесконечность актуальная. Вот данные сразу, целиком. Без всякого нарастания, без всякого процесса. Вот взяли это множество. Теперь возьмем другое множество. Множество только четных чисел. Два, четыре, шесть, восемь. Правда. Но с точки зрения натурального смысла второе множество есть часть первого. Правильно, да? Логично. Какое множество больше? С точки зрения натурального смысла, конечно, множество всех натуральных чисел больше множества четных чисел. А на самом деле это множество равномощно. Равномощно. Вот есть такое понятие мощность множества. Они одинаковы по своей, на полной своей бесконечности. Вы понимаете, да? И это, конечно, было шоком для логики. Логика и математика входили в плотную связь, которая загребилась навсегда в наше время. Как быть вот так? Проблема эта возникла и сегодня эта проблема мучает нас. Другой пример. Берем отрезок. А, Б. Сколько на нем точек? Бесконечно много. Берем часть этого отрезка. А, С. Где точек больше? Во всем отрезке или в малой части? В большей части или в малой части отрезка? Ну, конечно, я с точки зрения здравого смысла, вот часть отрезка, это меньше точек, чем весь отрезок. А на самом деле, одинаково количество точек. И там, и там. Вот это очень наглядный выстав здравому смыслу, да? Это равномочность множеств. Равномочность множеств. Вот. Хорошо. Это продоксы Кантера. Продоксы Кантера, которые показали, что вот здесь логика счастья и целого нарушается. Логика какая? Ортодоксальная логика, привычная логика. Тогда появился Бертан Рассо. Так. Вот. Вот. Он, конечно, догонялся Кантером, хотя и был очень самостоятельным философом. Он сформулировал свои знаменитые парадоксы. Ну вот, давайте сейчас попробуем эти парадоксы понять. Эти самые интересные парадоксы нового времени. Вот множество, да, множество, о котором мы говорили. Вот есть множество, как бы, двух типов. Двух классов множества. Есть множество, которые не содержат себя в качестве своего члена. Вот я очень правильно сейчас эту фразу сформулировал, но я думаю, что вам надо ее пояснить. Возьмем множество всех чайных ложек. В мире есть много чайных ложек, да. Ну, ложки есть ложки. Мы видим, что это ложки. Но множество чайных ложек не есть ложка, правильно? Да. Поэтому множество чайных ложек не является членом своего себя. Возьмем другой пример. Возьмем множество всех каталогов, всех списков, реестров, да. Правильно, да? Взяли, да. Ну что, мы получили тоже список, да. Получили каталог каталогов. Является ли каталог от всех каталогов частью собственного множества? И да, и нет. И так можно выравновать, и так можно их повернуть. Вот так называемое ненормальное множество, которое содержит себя в качестве своего члена. Вот это один из самых головоломных парадоксов в истории мира. А может быть, самый головоломный. Рассел испугался этого парадокса. Рассел пытался его снять путем таких умозрительных построений, когда, в общем, запретил использовать по-анимству слово «все». Говорит, что там, где слово «все», там начинаются парадоксы. Но слово «все» — это бесконечность, правильно? Рассел выросил вот как-то вот как-то вот как-то вот как-то вот выказывает это пример того, как ученые делают прорыв и испытывают страх перед собственным открытием. Вот он хотел этот парадокс задушить на корню. И много бросил на это сил, но все зря, ничего не получилось. А парадокс остался, и он не разрешается. И сейчас, да. Вариантом этого парадокса является знаменитый парадокс критского лжеца. Критский лжец, да. Говорит, я лгу. Критский лжец говорит, я лгу. Так он, если он лжет, он правду говорит или нет? Да. Если он говорит, правда, он не лжец. Да, он лжец. Важно, он лжец. И вот начинается вихрь, да. Начинается лабиринт. И когда наш ум туда попадает, то он немножко шалеет. Наш ум, да. Можешь освихнуться вполне, вполне, да. Головоломка. Парадокс всегда головоломен. Но если ты как-то голову стойки до конца не сломаешь, то парадокс там проведет большую оздоровительную работу. Парадокс, он водоражит. Парадокс, он нашарашивает. Парадокс, парадокс вызывает стресс, шок. Интептуальный стресс, интептуальный шок. Это его огромная обновляющая сила. Хорошо, что есть парадокс. Да, вот физика. Физика тоже считает, что она физика себя построила в конце 19 века. И на горизонте два облачка виднеется. Мелочь, ерунда. Это первый, это опыт с исключением черного тела, а второй опыт макиколизационного роли, связанный с попыткой замерить скорость ветра эфирного. Классическая физика считает, что есть эфир, такая тонкая среда, которую погружен в космос. И что, возможно, свет есть не что иное, как колебание эфира. Как волна бежит по воде, так свет бежит по океану эфира. Вот такая примерно аналогия. Вот эти два облачка превратились в две великих области науки. Квантовую физику, физика черного тела, выросла квантовую физику. Вот. Дала, вернее, такой побег. А вот опыт макиколизационного макиколизации в Орле инициировала появление теории относительности. Обе эти теории полны парадоксов. Молодец, вот так, взять квантовую физику. Но здесь что парадоксальное? Самый главный парадокс, что материя обнаруживает свое двойство, свой дуализм. Альпердоксы это двоение очень часто. Вот. В квантовом опыте материя может вести себя как поток частиц, как движение волн. Частицы и волны это вещи несовместимые. Резко различные сущности. А вот материя проявляет себя и так, и так. То есть оказалось, что парадокс лежит в основании материи, в основании мира. Мир вырастает из парадокса. Корни бытия уходит парадоксальность. Вот двойственность, да. Волна частицы, волна частицы. Так. Теория относительности она тоже полна парадоксов. Вот я возьму самый знаменитый парадокс теория относительности, который так охотно обыгрывают фантасты, писатели. Парадокс близнецов. Два брата близнеца. Один остается на земле, другой улетает в космос. Но условие, что он улетает на релитийской ракете, скорость большая. Два брата зверяют часы перед отлетом. Синхронизуют их. И что мы видим? Когда брат космонавта возвращается на землю, то он могло на земле пройти три года, тридцать лет, тридцать тысяч лет, три миллиона лет. Чем больше была у него скорость, тем больше этот разрыв. Естественно, что у брата близнеца, улетевшего в космос, есть шанс не застать живых своего единокровного брата, который здесь на земле остался. Вот парадокс водоражащей воображения, парадокс, который показывает, что возможно путешествие в будущее, в будущее, можно ровнуть в будущее, обратного хода нет, в прошлое недоступно, оно ушло и вернуться нельзя. В принципе, используя этот людийский век, мы можем пережертвовать будущее, мы можем переноситься в очень далекое будущее. Продокс объясняется тем, что члены открытого зависимости очень важных, он показал, что масса нарастает при наличии больших скоростей, идет ускорение большое, сильное ускорение идет, чем больше скорость, тем больше масса, первая зависимость, вторая зависимость, чем больше масса, тем замедленнее время, масса замедляет ход времени, даже у нас на земле, на крыше часы идут побезрее, чем в подвале, это можно уже сейчас замедлять с помощью специальных часов, здесь две зелености мы их совмещаем, корабль летит, его масса возрастает, и ход времени на корабле замедляется, причем часы любые, механические, электрические, химические, биологические, они будут отставать, и это заметить нельзя, хотя никто не бывал в таких ситуациях, вот, консервация времени, консервация времени на космическом корабле, космонавт проживает по своему календарю три года, а время на земле прошло три миллиона лет, вот так, такой разрыв, как видите, теория относительства, она адаптирует нас к тому, что мир странен, странен, да, вот как так, вот, нет постоянной, постоянной, абсолютной длины, мы привыли считать, что есть какие-то талоны, которые нерушимы, которые абсолютны, которые являются стандартами на все случаи, а вот так называемое лоренцево сокращение тел, еще одна зависимость, чем больше скорость, тем меньше продольный размер тела, но как иногда это инвестрируют популяризаторы, вот представляем себе кондиционную решетку, там маленькие-маленькие отверстия, вот, бежит толстый человек, с большой скоростью, чем большая скорость, тем он тоньше, и он вот решетку провалится, вот такая, я с юных лезовом понял этот пример, то есть метра нет абсолютного метра, берем вот так, берем шар, сферу, начинаем ее ускорять, мы видим, что шар уплощается, оплощается, да, это уже лепсоид какой-то, яйцевидный, а когда сфера приближается к рубежу скорость света, константа, да, то вообще третий измер не выпадает, мы видим что, мы видим плоскость, мы видим круг, а не сферу, да, а дальше идет выламывание пространства, и мы выходим в область какую, сверхсветовую область, а там вообще начинается ультрапарадокс, потому что Эйнштейн это очень боялся, Эйнштейн читал, что не нужно заглядывать этого черта, а если за него заглянуть, ему оказывается в мире более чем странно, там это зеркале, зеркале оно парадоксальное, любой зеркало это парадокс, потому что зеркало переврорачивает левое et胃ное, а там перевращивается не только левое и правое, там перевращивается все, масса становится сомневым, масса вернет на изнанку, энергия становится отмирным,